Непригодный для жизни. Программа переселения из ветхого и аварийного жилья дала сбой. Первая волна возмущений пронеслась среди жителей поселка Искателей в связи с заселением в новый дом по улице Губкина, 23. О проблемах новоселов и о том, кто в этом виноват, расскажет Наталья Кислякова. Вот посмотрите, что-то вылетает после холода, значит, с крыльяши самой вылезают. И этот стеклопакет валандает, когда ветра начинается, он трещется, как не знаю что. Мария Фридман не подозревала, что новая квартира принесет столько проблем. Вроде бы программа переселения из ветхого и аварийного жилья должна подразумевать более комфортные условия для проживания. Но, как оказалось, не в этом случае. Поначалу проблем не было, дождей не было, всё нормально было. Только было, что проблемы были неровности полов, полы кривые и стены кривые, и заляпанные все окна с той стороны, не пойми чем. Пошли дожди, сразу протечки по всему дому, балкон течёт, вся кухня полностью с потолка, вся протекает в дом, в домашнюю сторону. При нажатии, значит, пластиковых вот этих вот, как, покрытий вот этих вот, прямо из них выходит вода. Стеклопакеты лопаются, вот два стеклопакета уже лопнуло, это у меня в квартире. У других соседей тоже, у них не только как бы окна и двери лопаются, как на балкон. И на этом проблемы не заканчиваются. Жителям приходят невероятные суммы за коммунальные платежи за прошлую и новую квартиру. К слову, при въезде в дом к жильцам не показали счётчики и не предоставили квитанции о полностью погашенных счетах. Загоняют вообще в долговую яму, то есть письмо, заявление было отправлено, объяснить полностью, как они делают расчёт, по каким счётчикам. У нас счётчики, у каждой квартиры стоят счётчики, на основании чего они берут общедомовые счётчики, суммируют всю сумму. Я понимаю, что они берут полностью весь дом, раскидывают пустые квартиры и всё раскидывают на нас. Вот тут конкретно указано объяснить нам и за март месяц показать квитанции, что администрация оплатила полностью до того, как мы въехали в этот дом. Что были уже оплачены все вот эти вот, как за отопление, за всё, за воду. Нам никто ничего не предоставил. Показания счётчиков, как мы въехали в общедомовой счётчик, нам не показали. И такие проблемы у всего дома. Марина Яркина – одна из обладателей новой квартиры. Практически сразу при въезде в апартаменты начали всплывать новые дефекты, к которым никто не был готов. Это начнётся, вот грибок пойдёт, это уже, получается, дома, практически мы с Ветхого выехали, и эти новые дома, ну, сколько продержатся в таком состоянии? Если воду тянет, вот под подоконники, всё мокрое, у кого-то с потолка потекло, у кого-то стали вешать карнизы на первом этаже, просверлили, и у них прям вода потекла. То есть, получается, где-то даже в этих вот стенах, они, получается, бетонные, ну, полые внутри. Просто скопилась вода. Написали всё, жалобы в администрацию. Ну, как это так? Просто обидно то, что… Почему, когда строились дома, это не контролировалось, получается? Ну, как это? Даже, ну, я не знаю, у нас есть и департамент строительства, всё. Ну, как-то вот обидно то, что не контролировалось. Поясним. Администрация посёлка Искатели не является застройщиком. Все жилые квартиры передаются им в квадратных метрах. А администрация, в свою очередь, уже распределяет их между жителями ветхих и аварийных домов. В данный момент идёт сбор необходимой документации. Мы соберём все эти материалы, все обращения граждан, мы их сгруппируем. И уже, если не будет, ну, такого нормального ответа, допустим, банального, не будет, условно говоря, такого ответа, вразумительного, то мы будем обращаться уже с этим пакетом, а обратимся к новоцентрализованным настройзаказчикам, чтобы они уже вели какую-то претензионную работу именно по этому дому. Что касается Департамента строительства, ЖКХ, энергетики и транспорта, то ещё в начале лета Иван Глазунов совместно с управляющей компанией провели осмотр здания на выявление дефектов, которые были отражены в соответствующих документах. У нас есть информация о том, что подрядчик не качественно выполняет свои гарантийные обязательства, а более того, подозреваю, что именно в этом вопросе есть факт вообще не исполнение гарантийных обязательств подрядчикам. Значит, централизованному стройзаказчику дана команда понуждать вплоть до принятия соответствующих судебных решений, взыскивания соответствующих неустойок и прочего, прочего, прочего. То есть это такая комплексная работа, мы ей занимаемся. К несчастью, подрядчик у нас оказался вот такой, но это не значит, что мы должны останавливаться и, что называется, повесив руки, на это наблюдать. Поэтому мы эту ситуацию однозначно отрабатываем. Дом на Губкино-23 принимался три раза. В каждой из которых находили недочёты, и подрядная организация должна была их устранить. Почему не досмотрели специалисты централизованного стройзаказчика, этот вопрос остаётся открытым. В конце октября они хотели все стеклопакеты заменить. Соответственно, сделали герметизацию. В основном протечки. Потому что по всем квартирам, по которым прошлись, в основном это трещины в стёклах, основные дефекты и протечки. Все остальные нарушения тоже хотят до конца октября закончить, но нами уже принято решение своё. Здесь мы в понедельник уже будем выставлять им претензию. Потому что дома на гарантии ещё в течение пяти лет. И будем штрафовать за неисполнение своих обязанностей. Однако жители не собираются ждать ответа от подрядной организации. С коллективным заявлением решено было идти в прокуратуру Неницкого округа. Мы будем следить за развитием событий.